В плавание по страницам истории приглашают музей имени Врубеля. Здесь проходит выставка Ковчег Антона Сорокина. Эпатажный писатель и художник собрал уникальную коллекцию. Картины разных авторов были написаны в Омске во времена правления Колчака. Ровно сто лет назад, в 1919 году. Тогда, спасаясь от революции и гражданской войны, в наш город приехали актеры, художники, журналисты. И культурная жизнь Омска расцвела. В годы кризиса, в годы какого-то переустройства, каких-то событий на мировом уровне или на уровне страны происходит всплеск. Люди начинают обращаться к культуре. Они ищут какую-то отдушину. На выставке около 90 графических и живописных работ. То, что эти полотна могут видеть о мечи, можно сказать, чудо. После смерти вдовы Сорокина коллекцию передали в Западно-Сибирский краевой музей. В период сталинских репрессий произведения хотели уничтожить, как и идеологически вредные. Но музейщики спрятали папки с холстами под половицами в пристройки. И только спустя полвека произведения искусства нашли. Причем совершенно случайно. Стали сносить эти деревянные постройки. И обнаружились эти папки. Работы были в плесени. Они буквально спрессовались между собой. Были порваны. И вот так они находились еще какое-то время в библиотеке Краевического музея. Потому что материал непонятный. Практически неподписанные анонимные работы. 30 лет продолжалась реставрация. Была проделана огромная работа. Многие холсты были в таком ужасном состоянии, что буквально рассыпались. Они масляной краской рисовали на бумаге. И бумага, видите, масляная краска сожгла ее, она рассыпается на кусочки. И может так случиться, что она рассыпется полностью, если ничего не предпринять. Реставраторы по кусочкам, как мозаику, собирали живописные работы. По словам Татьяны Масюк, еще одна проблема была в том, что во время гражданской войны в стране был дефицит с бумагой. Поэтому художники для своих произведений использовали обе стороны. Кроме того, ни рам, ни паспарту, композиции не было. Картины клеили на обычную оберточную бумагу и представляли публике. Экспонировали, говорят, и на заборах, и просто прибивали к стенкам. Но эта бумага не долговечная, она разрушает основу, произведения начинают желтеть. Поэтому наша задача была вот эту упаковочную бумагу отделить. Мы ее, кстати, сохраняем для исследователей. И у нас тут были открытия как раз. Вот здесь у нас открылись надписи. Так удалось установить имя самого молодого из представленных художников Владимира Тронова. До этого искусствоведы знали только, что его работы в коллекции есть. А вот какие именно, было неизвестно. После того, как установили авторство одного полотна, атрибутировали и другие произведения художника. Ты изучаешь все абсолютно, каждый сантиметр, как положен мазок, какой используется колорит, как композиционно строится и так далее. Постепенно стали открываться и другие произведения. И этот художник, который очень любил прошлые эпохи, вот в этом он был близок Мамонтову, они дружили. Друзья обычно встречались в саду-аквариум. Век назад сквер на улице Партизанской был любимым местом отдыха горожан. Художники наблюдали за мечами, на бумаге изображали сцены жизни Белой столицы. Благодаря этим работам посетители выставки могут увидеть, чем жили и как выглядели наши земляки сто лет назад. Смотришь, как-то проникаешься историей, открываешь для себя что-то абсолютно новое. Это очень интересно, как-то абсолютно по-другому открывается и город, и история города абсолютно с другой стороны. С той стороны, на которую ты не обращал внимания до этого. Начало коллекции было положено в апреле 1919 года. Тогда на выставке в Политехническом институте Антон Сорокин приобрел первые работы. Картина Алексея Громова, Николая Мамонтова, Давида Бурляка, Виктора Уфимцева, Владимира Эртоля. Собрание росло и пополнялось. Сорокин вел строгий учет своему богатству. Каждое полотно было проштамповано именной печатью. Кто-то называл его Бизонтем, кто-то называл его Гением. Но, во всяком случае, равнодушных к этой персоне, видимо, не было. Чудаковатый. В то же время очень любил рекламу, рекламировать себя. В 80-е годы прошлого столетия коллекция была поделена между двумя музеями – Врубеля и историко-краеведческим. И теперь омичи могут насладиться полным собранием произведений изобразительного искусства Белой столицы. Коллекция Антона Сорокина, подобно ковчегу, сохранила для потомков образы той далекой и трагической эпохи.